МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Владимир Фёдоров – геолог по образованию. В 1977 году перешёл из геологии в средства массовой информации. Работал корреспондентом газет «Молодёжь Якутии», «Социалистическая Якутия», редактором журнала «Полярная звезда», главным редактором газеты «Якутия». С 2011 года живёт и работает в Москве. Был главным редактором общеписательской литературной газеты. Создал совместно с Академией духовности Республики Исаха Якутия электронный литературный журнал «Литера», главным редактором которого является в настоящее время. Сколько мы с тобой соратники, сподвижники, и нас ближает прежде всего театр, поэтому будем разговаривать на этой передаче на ты. Я посмотрел твою биографию и поразился к тому, что я, оказывается, не знал многого. Разные награды, литературные премии разные. Начиная от Пушкинской и завершая немыслимое количество разных премий, разных достижений, и триумф, и большая литературная премия, и журналистская, и писательская. Назвать карьерой – это тоже как-то странно. Особенно, когда я на тебя смотрю, и у меня возникает мысль о том, что вот карьера, или вот как ты в эти дни говоришь, обрушилась на тебя слава, так уж больно тебя как-то перед своим взглядом поднимает. Какой есть такой, какой был лет 30-40 тому назад, как тебя видел, такой и остался. Простым русским парнем. Геологом, кстати. Но тем не менее, у меня вопрос такой. Вот сегодня ты народный писатель, тебя, может быть, читающая Якутия знает, а Якутия очень читающая, значит, огромное количество жителей Якутии, России, Москвы, да и в мировом таком пространстве литературном тебя знает. Не тяготит тебя это обрушение славы на тебя? Ну, мне вот этот вариант славы как раз не тяготит. Почему? Потому что это произошло в моей родной республике, в Якутии. И мне очень приятно получить это звание и эту славу на себе ощутить. Ну, я думаю, эта волна будет не слишком долгой, да, и она и не должна быть долгой. Надо как-то в свое время, значит, из нее выходить, да. Успокоиться. Успокоиться, да. Потому что вот были какие-то, да, награды, какие-то были всероссийские награды. Вот. Последняя была международная награда Славянской академии из Болгарии. Неожиданно для меня. Но у меня в Болгарии вышла книга стихов, переведенной на болгарский язык. И довольно много было публикаций журнальных. И вот вдруг в этом году я получил... Ну, у них есть гран-при Славянской академии искусств. И есть две награды серебряное летящее перо. И вот, ну, я получил. Ну, и как-то, может быть, через день и забыл об этом, да. А вот Якутия, конечно, мне очень важна. И потом здесь очень много знакомых друзей. У меня телефон два дня разрывается. Я только и делаю, что отвечаю на смс-ки. Вот. Поэтому эта слава мне не тяготит. И так же, как все остальные мои титулы, я довольно быстро о них как-то забываю. Они остаются там. Остаются там где-то. Тем более, что всегда я отношусь к числу тех писателей, наверное, у которых всегда много каких-то планов и каких-то задумок. Я знаю, что некоторые писатели иногда ходят и думают, о чем бы написать, да, о чем бы написать. Даже когда я в литинституте молодости учился, было такое, что приходили какие-то мэтры в общежитии, и у студентов покупали темы. Темы, да, да, да. Типа, что ты все равно хорошо не напишешь, а ты еще многое придумаешь. Давай-ка продай ее мне там, да. Вот. Ну, и все было такое. Ну, вот у меня никогда не возникало такой необходимости. Всегда, наоборот, было больше чего-то, каких-то задумок, чем... Трама выбора, да? Да, чем времени для их реализации. Вот. И сейчас я тоже задумываюсь над тем, что вот мне 70 лет уже стукнуло, а надо бы вот это, это, это сделать, дай бог успеть. Это, видимо, хобяйское такое. Да, да, да. Вот я знаю, что и Николай Алексеевич Лугинова, который родом с Хобеей, и я сам тоже, твой покорный слуга, как режиссер в театре, тоже вот никогда не было такого, как бы, отсутствия темы. Драма выбора, наоборот. Да, драма выбора. Вот что главное сейчас, что самое главное. Да, да. Но вот поэтому, вот как раз на эту тему. Вот все спектакли, которые идут в театрах, по твоим пьесам, и в Русском театре, и в Валданском тюзе, и в Саха театре идет спектакль. В театре была детская. Вот они вот, правда, они такие, какие-то темы так, ощущение, что у тебя, правда, очень легко появляется эта тема. Но, казалось бы, тема, которая легко, легко как-то сформулировалась у тебя, она же должна быть и легкой темой, ничего подобного. Все так, ну, не говоря уже о том, что те спектакли, которые я по твоим произведениям, пьесам поставил, они затрагивают огромные пласты и истории, и судьбы человеческой, не только Якутии, России, да и мировой истории. Вот у тебя как это происходит-то? Вот творческое, творческое вот какое-то рождение, замысла, идея, откуда, откуда это возникает? Ну, у меня, может быть, главный вот импульс, главная мотивация. Дело в том, что я с самого, наверное, детства, с молодости очень интересовался историей Якутии, историей Сибири. Вот, во-первых. Во-вторых, ну, даже из-за того, что я стал геологом, я, значит, любил всегда природу, хотел куда-то залезть, куда-то уехать, забраться. И, конечно, вот имена первооткрывателей Якутии, первопроходцев, они все мне были известны с молодости. И мне всегда было даже за них немножко обидно, что в родной Якутии их не знает, допустим, их не знает человек духовного сана, да, не мог в положительном образе оказаться на сцене, скажем, театра, да. Ты же сам знаешь. Это просто вот как, допустим, в 70-е годы, чтобы святитель Иннокентий стал главным персонажем. Это невозможно. Это просто невозможно. Это буквально недавно, на самом деле. Да, это с 90-х годов появилась такая возможность. И как раз в 90-м году я перевел на русский язык повесть Николая Якутского, который впервые о святителе Иннокентии написал. О нем никто не знал здесь. Эта память была практически уничтожена за 70 лет церетской власти. И поэтому мне всегда хотелось поделиться тем, что я знаю. Возвратить вот эти имена, возвратить этих людей. Или Петр Бикетов, допустим. Сейчас, конечно, вот памятник у нас на берегу Лены стоит. Все знают, кто такой Петр Бикетов. А когда я занялся этой его личностью, историей заинтересовался, я однажды вышел на проспект Ленина с камерой, с телекамерой. И 20 идущих навстречу мне человек подряд спросил, кто такой Петр Бикетов. Ответила только одна девушка, которая поступала на исторический факультет. Во всех справочниках, до того, как я этой пьесой занялся, и вообще его личностью, было написано, что когда и где умер Петр Бикетов, неизвестно. Так и считалось. Но дело в том, что историки, они работают только в своем пласте. То есть они работают с архивными материалами, источниками. Но если бы они прочитали про Топопа Аввакума, книгу, его житие, то там в конце он пишет, значит, а еще в душе моей горе большое есть. Понеже повинен я в смерти Петра Бикетова. И кается, как он, значит, этого Петра Бикетова довел до приступа сердечного и фактически убил. И таким образом, а я, ну, известно, когда Аввакум был сослан, значит, в Сибирь, когда он уехал, и там два года всего интервал. И таким образом я вычислил, что Петр Бикетов умер в 1656 году. И потом историки в нескольких публикациях стали на меня ссылаться, на писателя. Поэтому, наверное, из-за вот этой информации, из-за этих знаний, из-за этих интересов, которые у меня сложились, вот эти импульсы возникали. Вот ты как драматург, как писатель, мне трудно судить. Не так уж много я твоих произведений читал, хотя читаю я. Как я всегда говорю, Чукча, значит, не писатель, Чукча не читатель, Чукча постановщик про себя. Ну, известное такое. Но вот по драматургии ты попадаешь, вот темы, которые ты поднимаешь, они на стыке времен. То есть, когда меняется время. Вот про Бикетова, это когда вот старое обрядчество там, да, и новые, как бы, никонианская реформа. В православном христианстве, вот этот конфликт, который возник, у тебя там, ты вот это фоном происходит. А вакуум там, и Бикетов там. Ну, и во-вторых, вот попытка соединения Якутии с Россией. С Россией, да, да. Тоже это переломный момент. Это всегда, как бы, две цивилизации, две культуры встречаются. Вот, и, значит, созвездие Марии, так же, когда становление Российской империи, еще Российская империя еще не оформилась границей. Не говоря уже и два берега одной победы, где, значит, судьба страны решалась, судьба Родины решалась. Ну, и вот последнее произведение, вот буквально в эти дни премьера состоялось, это когда, значит, тоже вот на самом деле, казалось бы, продолжение этой темы тогда, но если не будет запасной аэродром, не будет построен, то погибнут летчики, погибнет боевая единица. То есть на стыке вот всегда. Вот в драматургическом плане меня всегда вот этот момент очень, как бы, подводит к решению спектакля. Какие тектонические сдвиги происходят, которые могли быть интересны для театра. Ты этот последний спектакль вспомнил, да? Тут, конечно, не только мое желание было показать вот эту ситуацию, да, эти обстоятельства, но еще и каким-то образом предостеречь. Ты еще и очень интересуешься археологией, да? Так получается твоей геологии, археологии, ну, не говоря уже в архивах, в которых ты работаешь, ну, и дальше оттуда происходят произведения, людьми общаешься с разными людьми. И вот я до сих пор, для меня вот как мурашка сразу, начиная говорить мурашкой, вот когда ты рассказал о туфельках, в туфельках Марии Прончичевой, вот для меня спектакль от туфелек начался. Да. Не от пьесы, поскольку я помню и ради пьесу Козловского, и саму пьесу прочитал, но пока, ну, туфельки меня как-то очень тронули тогда. Да. А откуда у тебя возникла вот эта тема? Вот что вот главное было для начала, импульс какой был, да? Импульс был, ну, во-первых, я был геолог, да? Вот. И мне повезло, что я на дипломной практике был на побережье моря Лаптевых. На самом побережье. Мы Святой Нос, Новосибирские острова, Ляховские острова, мы искали там золото. Это был 74-й год. Вот. И я вот оказался погружен в эту атмосферу Арктики. Причем, ну, там работа какая? У меня рабочие, я, значит, техник-геолог, да, как студент. Вот. И я иду в маршрут, иду в какой-то маршрут, иду вдоль берега моря там, да? И, конечно, я думаю, а вот здесь они плавали, какие-то экспедиции проходили, какая-то заброшенная вдруг избушка стоит. Я думаю... Ты знал про эти истории-то? Ну, я, нет, я именно про них не знал. Но я знал много историй других. Я знал, что вдоль берега все эти открытия были. И вот я думаю сейчас, а вот зайду, значит, в эту избушку открою, а там, значит, какие-то следы этой экспедиции, там, 18-го века или вообще 17-го, вдруг какой-то дневник. Ну, как все мальчишки мечтают, а, собственно, что я мальчишка и был еще студент, да, мечтают что-то такое открыть. И потом я хватанул эту Арктику, я видел вот эти закаты, очень яркие краски в Арктике, там же очень чистый воздух. Видел зеленый луч. Я в детстве прочитал книжку «Зеленый луч». Это когда очень редкий эффект, когда солнце садится в океан, и особенно вот в широких широтах, в самый последний момент вдруг оттуда из-за океана, из-за горизонта ударяет в небо зеленый луч. Вот у моряков считалось, что если кто-то хоть раз в жизни увидел зеленый луч, то он очень счастливый человек, он не погибнет никогда на море. И вот такие вещи, которые меня как-то пронзили. Я тогда и стал писать стихи всерьез. До этого я их пробовал как-то, а тут вот я был такой толчок. И, конечно, когда после этого я наткнулся буквально на какую-то маленькую газетную публикацию о Прончищевых, то сразу у меня все это как-то соединилось. Ну а поскольку я был поэт и романтик, и геолог, то мне как-то не хотелось верить, что все произошло так, как было написано в этой сухой заметке. А было написано, что командир отряда и его жена умерли от цинги. И вообще была ли его жена какой-то европейской женщиной? Скорее всего он женился либо в Якутске, либо вообще женился в устье реки Оленек, где они зимовали. Потому что там местные промышленники жили. Ну какая-то типа чуть ли не походно полевая жена у него возникла. А мне, конечно, этого никак не хотелось, потому что я за этим увидел любовь, что-то еще. И когда я написал поэму для начала, поскольку был поэт, вот. И эту поэму, значит, каким-то образом прочитал Валерий Яковлевич Келепелли, главный режиссер русского театра. И вдруг раздается у меня звонок, а я еще там корреспондент молодежки, никто. Кто вчерашний геолог, который вдруг, поругавшись со всей родней, ушел работать в молодежку, да? Поругавшись почему? Потому что геолог считалась престижная профессия, зарплата в два раза больше. А тут несчастный репортер, там, значит, будешь бегать с блокнотиком, да? Ну, в общем, произошел такой конфликт, но я ушел все-таки. И тут раздается звонок, значит, Келепелли, и он говорит, зайди-ка в театр. Ну, вот я зашел в театр, и до сих пор там нахожусь. Вот как раз с подачи твоего коллеги, он говорит, поэма – это хорошо, но напиши-ка ты пьесу, чтобы мы поставили. Ну, я написал пьесу, конечно, которую невозможно было поставить. Потому что у меня было действующих лиц, мужчин, 20 человек. А он говорит, а ты в театр ходишь, хожу на сцену, смотришь, смотрю. А ты не посчитал ни разу, сколько у меня мужиков на сцену выходит? Бери эту свою пьесу и переписывай, да? Ну, вот так вот началось. Значит, вот, но там же история, по большому счету, не освоение Северноморского пути. Это же установка границ Российской империи. Это как бы фиксирование границ Российской империи. Это, так сказать, геополитическая такая. Это ведь был такой гениальный, ну, как у Петра Первого, много было таких гениальных идей, как мы знаем. И вот его идея как раз заключалась в том, что вот все северное побережье и восток, значит, России не были очерчены точно. А во-вторых, никто не знал, есть ли пролив между Азией и Америкой. Или, может, они соединяются. И даже там Ньютон и кто-то еще писали ему письма, значит, ты, Петр, наконец-то определит, твоя Россия с Америкой соединяется или нет. И вот он задумал эту экспедицию. И гениальность ее заключалась в том, что по всем русским рекам, впадающим в Ледовитый океан, пошли экспедиции. Вот. И начиная вообще от Печоры, мы-то просто знаем вот эту нашу часть. Вот. Значит, заходили два отряда, один шел направо, другой налево. В следующую реку, в Обь, в Енисей, в Лену. И вот из Лены Прончищев пошел на запад, а Лосиниус на восток пошел. А из Енисея вышел Овцин на восток. То есть, это огромная система такая. Да, и они должны были все встретиться и состыковаться. Но вот в случае с Прончищевыми, никто же не знал, как далеко мыс Челюскина находится. Да, никто не знал, что такое полуостров Таймыр. И даже атомные ледоколы, не каждая навигацию сумели проходить вот по этому пути. Именно огибая пролив Вилькицкого знаменитый был. Да, вот черное место для всех судов, через которое они не могли пройти. А тут деревянные кораблики, значит, 20-метровые. Вот они вышли. Но надо отдать должное Овцину, он из Оби в Енисей прошел. Он первую часть задачи выполнил. Но вместо того, чтобы его наградить, как ты знаешь по пьесе, его обвинили в том, что он с ссыльной царской невестой якшается. Кому-то морду набил, кто к ней приставал. В результате его хорошо, что не казнили и отправили к Берингу. А Прончищев, вот этот корабль Якутск, он дошел до широты 77 градусов, сколько-то там минут, я сейчас не помню. Но я хочу сказать, что только через 100 лет корабль в металлическом уже исполнении сумел достигнуть этой точки. То есть вот такой был подвиг. Ну, а человеческие, любовные вообще-то, вот история, то, что с ними произошло, с ним и с Татьяной Марией. А вот ты же был на экспедиции, когда захоронение поднимали, и вот ты мне рассказывал про эти, про подошвы туфельки, да? Да, да, да. И вот на основе этого архитекторы и археологи восстановили эти туфельки. Они оказались французскими. Да, да, да. Удивительно, да? Поэтому вопрос о местной поселенке, там какой-то, ну, девушке из промысловой семьи сразу отпал, когда вскрыли могилу, и было видно, в чем лежит Мария. Ну, и потом ты же очень хорошо обыграл историю с крестиком мужским, который у нее на груди оказался, крестик Василия. То есть в какой-то момент, или когда он умер, или когда с ним вот эта беда случилась, она взяла и одела себе его крестик, а на него, наверное, одела свой деревянный, который истлел, потому что женщины в то время часто носили деревянные крестики. А вот этот мужской, и он сейчас, я его подержал тогда на ладони, у меня фотографии есть, подержал эти туфельки, и тогда, конечно, меня прошибло. У тебя всегда персонажи очень сильные, большие, не просто немаленькие. Даже маленькие персонажи в последней пьесе, они очень такие все, истории стоят за каждым. Отец мой говорит мне так, вот брат мой закончил археологию, МГУ, на отлично все сдал, и там случилось несчастье, и он утонул в реке. И он говорит, с ним вместе учился знаменитый археолог, который вот был на раскопках там. И он ему пишет письмо о том, что вот... Старков. Старков, да, пишет письмо, мол, вот хотел бы услышать воспоминания о своем брате там, да, вместе мы учились в МГУ там. Ну, я с этим письмом еле нашел Старкова этого, значит, захожу в этот институт археологии, и он вдруг выходит, смотрит на меня, и вдруг говорит, говорит, вы похожи на своего дяди, говорит, плечи, говорит, похожи. Представляешь, вот интересно, вот заметил, лицо-то у меня другое, все-таки у меня разные крови, а вот плечи, говорит, похожи, говорит, и вот минутку, говорит, молодой человек, и тут же уходит куда-то вглубь кабинета, открывает сейф, и оттуда завернутый в газету, в такую газету такую, что-то достает, разворачивает, а там туфельки, туфельки. И вот, говорит, туфельки, Мари, он не знает, что я буду писать там, то есть ставить спектакль на эту тему, он не знает, мы с ним не общались тогда. И мне показывают это, вот тут у меня мурашки, и для меня этот, ну, если не сразу, то сразу возникает первый импульс такой. Вот интересные моменты. Ну да, может, вот это как раз судьба, которая заставила этот круг замкнуться, сначала вот меня в него ткнуло, да, а потом и тебя привело, и... Да, вот я слышал, я знаю, что ты очень много пишешь про шаманов, про удоганок, там, там, такие мистические истории, у тебя, значит, посвящены целые книги, там, да, исследуешь, исследуешь, родил. И вот в твоей жизни такой момент какой-то был мистический? Вообще надо, наверное, к моему Тастумусу вернуться и к детству, да. Так получилось, что, конечно, там до того, как появились мои родители, они появились, когда возник рыбозавод. Возник рыбозавод, люди жили, но там никогда не было официального статуса у этого села. Просто на лето приезжали на рыбалку, уезжали. А тут вот решили уже все, рыбозавод создали и поселок Тастумус. Тастумус, да. Да, Тастумус. Вот. И надо, значит, создать там сельсовет. Вот. И, значит, решение было принято, но оно немножко зависло. А тут родился я. Я родился, вот. И сельсовета пока нет, но ехать куда-то все равно там меня регистрировать, да, значит, дождемся. Ну и целый год ждали. Через год появился сельсовет. Сельсовет выдал мне свидетельство о рождении номер один. Жители поселка Тастумус, да. Вот. Но вот это что касается мистики, почему я об этом говорю? Потому что я в детстве очень часто видел такой сон, как будто я убегаю по тайге, значит, бегу через тайгу, и за мной гонится медведь. За мной гонится медведь. Потом я забегаю на какое-то старинное кладбище и пробегаю через него, а медведь проваливается, прыгает на одну из могил, могила проваливается, и он там остается, а я убегаю. Я ложусь следующую ночь спать, я уже немножко боюсь, да. Я сейчас опять окажусь там, медведь вылезет оттуда, да и это кладбище само по себе страшное, вот, и еще и погонится. И потом вдруг я через какое-то время встречаюсь, у нас был такой Сидоров, значит, ученый в университете, который занимался вот шаманизмом в том числе и венкийским, вот, и венским тоже. И я читаю его книжку, и он пишет, что в детстве он часто видел сон, когда за ним гнался медведь, вот, и дальше он это все там интерпретирует и говорит, а вообще по, значит, канонам и венкийских верований, это одна из форм шаманской инициации, когда вот за мальчишкой начинает гоняться медведь, вот. Ну, и я тогда пошел, нашел его в университете, все, и с ним поговорили, он говорит, ну, вот, если бы этот медведь типа догнал тебя, да, и схватил, ты бы должен был стать шаманом, но поскольку ты от него убегал все время, вот, этого не получилось. Ну, и я так подумал, конечно, я был пионер, родители коммунисты там, да, какой из меня шаман там, да, да, еще русский, но, видимо, я подумал, почему за мной медведь гонялся? Может, потому что я был первым ребенком, который вот здесь как-то официально появился, и, может, вот, ну, как бы, если верить в эту мистику, может быть, какие-то духи от Астумуса, это, несомненно, очень сакральное место. Вот Астумуса. Да, это каменный мыс, это в реку Лену выдается такой мыс, и видно сразу, что это такая стратегическая точка, вот, и эти, как бы, духи, может быть, они ждали, пока там появится какой-то, как мальчик там, да, чтобы они таким образом. Да, но я от этого бежал, но вот почему я говорю, что Астумус сакральное место, вот, знаменитый наш Алан Хасут и танцор Сергей Зверев, да, он еще до революции, он жил там на Вилюе, где-то возле Сунтар, до революции приходил туда на охоту, а там же как раз Вилюй впадает и Лунха в Лену, и вот здесь Тастумус между ними находится. Он приходил туда на охоту, далеко, значит, но он, говорит, молодой, ноги были крепкие, вот, и вот он оказался в Тастумусе, какая-то у него там очень хорошая ему добыча досталась, лось или кого-то убил, и он, говорит, когда вечером я сел, то начало твориться нечто необычное, говорит, ну, как он говорит, там вообще разверглись, открылись небеса, какие-то там голоса шаманов зазвучали, сверху полилась песня, а у него, у него были свои способы записи музыки, да, вот, он же неграмотный был человек, он подбежал к дереву, затесал дерево и на дереве вырезал вот эту мелодию, и потом в последние годы жизни он очень мечтал вернуться в Тастумус и попытаться найти вот это дерево, да, он говорил, что слова песни я могу восстановить, а та мелодия, это была, как он говорит, это была лучшая песня моей жизни, понимаешь, поэтому вот Тастумус вот такое место. Вот я, вот опять вот ты поднял такую мощную тему, если про Зверева там, поэтому уже вот там кроется и драма, и мистика, и тема мощная такая, возвращение. А началась, видишь, гражданская война началась, потом отечественная война, то есть они ему мешали, и он, и он когда умирал перед смертью, он говорил, а потом, видишь, я подумал, что когда строили Тастумус, деревья выпилили, и это дерево спилили, вот, а кто его знает, может быть, в стену нашего дома это дерево попало, понимаешь, если уж дальше фантазировать, идти по пусти мистике, может быть, да, понимаешь. Вот, вот, я знаю, что ты сейчас очень много думаешь об арктическом векторе, ну, первую пьесу, которую я имел, даже я вспоминаю, как тот момент, когда в Москве, все же, два спектакля, даже три спектакля по твоим произведениям, по пьесам, по драматургии твоей, они, премьеры всегда где-то в другом месте, не в русском театре, это в Костином дворе этот, знаменитый этот, лестница Петровского периода, и там я до сих пор вспоминаю тебя, вижу тебя, когда мы вечером, завтра утром играем на огромной выставке, на огромной площадке, ничем не поддержана театральная была, ни света, ни сцены, ни зрительного зала, и когда ничего нет, я помню, ты с Клименом же пришел, да? Да, с Клименом. С Клименом пришел, сели на какую-то ступеньку и так грустно-грустно смотрели на пустое пространство. Да. Я к тебе подошел и что-то спросил, и ты был в очень удрученном состоянии, а на завтра, когда все это произошло, ты был в очень вдохновленном, возвышенном состоянии, то есть, ну и премьерам в Амхате... Это как раз волшебная сила искусства, и режиссера, и театра, которые... Там, ну, конечно, там много мистики было, поскольку персонажи, написанные, выведенные на сцену, вдруг я почувствовал, я актеров спрашивал, я у актеров спрашивал, вдруг почувствовал, герои, которые, про которых ты пишешь, они как бы переселились в наших актеров. Я, это вот, иногда бывает такое, вот, вот сахатеатры по пьесам Харасхала, когда я ставлю, то я вижу, что, например, Клюмнир, Платон Аюнский, и по пьесе Коли Луганова, там, Алан Пасафрон, они как-то, каким-то образом, как бы в американских фильмах, они входят в суть актера, и начинает вибрировать их душа, их... Они благодарны. В этом плане, все твои пьесы, они вот имеют такую мистику. Это заметили не только я, не только актеры, многие зрители это чувствуют такое. Вот, поэтому я вот... Север, северная тема, Арктика так, да. Вот что для тебя сейчас Арктика, арктический вектор разворачивания России, да и мировом плане, вот что для тебя Арктика? Ну, для меня Арктика, конечно, вот, даже если взять моих героев, пьесы, да, для меня Арктика, это... Она всегда притягательная, и я никогда не чувствовал, что там, ну, что там холодно, что там льды, там, да. Меня манит, мне вот сейчас скажи, поехали в Арктику. Я не думаю, туда рвану сразу, да. И потом ведь Россия-то, она тоже начиналась с Арктики. Вот эта великая северная экспедиция, этот северный морской путь, да, вот, движение вдоль всего континента. И сейчас же говорят, что там и на Аляске вполне возможно уже в 16 веке поморы российские были, да. То есть, вот, я вижу, что стремление туда было. И мне было очень печально, когда на какое-то время Арктика стала уходить. Да. Уходить из сферы интереса нашего государства. Арктика Арктики, не говоря об экономике. Да, 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 не говоря об экономике. А вот сейчас вдруг повернулись, я подумал, что, думая все время, что, как это здорово, что Россия снова повернулась в Арктики. А потом же я, как геолог, и вот я же тебе говорил, что я писал дипломный проект, значит, работая на побережье моря Лаптевых, на Святом Носу. Я уже там знаю, где там золото лежит, где кассетерит, вот, не касаясь, не говоря уже о нефти и газе. То есть, это огромные ресурсы, которые, значит, ну, может быть, и слава Богу, до какого-то времени хранятся. Вот. Ну, и, во-вторых, это самый короткий путь из Европы в Азию. Я вот, когда оказался на Аляске в аэропорту, то меня удивило то, как-то поразило, я над этим не задумался, почему с Аляски такие дешевые билеты в Париж, в Лондон, куда-то еще, да, я думаю, это же ведь сколько надо лететь. А потом подумал, вот он, Северный полюс-то, да, из Аляски вылетел, раз, и вот здесь. Да, расстояние-то, оказывается, маленькое совсем, вот, и даже мы летим в Москву, мы же улетаем туда, в сторону Норильска, в Оркуты, да, потому что земной шар там меньше. Меньше, да. Да, меньше, и даже выгоднее сделать петлю, но все равно ты там быстрее долетишь до Москвы, вот по такой дуге мы летим, да. Вот, поэтому Арктика, Арктика это очень такой и резерв, и очень, значит, и духовные какие-то богатства. Потом, конечно, вот все эти истории на какое-то время были забыты, да. Я вот тут на днях вспомнил Георгия Седова, который пытался дойти до Северного полюса, человек понимал, что на себе он не унесет столько продуктов, никакой же поддержки не было тогда технической, что он может взять столько еды, чтобы, грубо говоря, дойти до Северного полюса, поставить русский флаг и умереть, да, потому что назад ни сил, ни еды не хватит, вот, и таких же очень много, вот, мы задели только Прончищеву, да, мы один из девяти отрядов Великой Северной экспедиции взяли в этой пьесе, вот, а сам Беринг, Алла Синиус, вот, я год назад, мне повезло, я был в Найбе, в Булунском районе, на побережье моря Лаптево, это вот как раз между Тикси и Найбой погиб отряд Лосиниуса, вот, если Прончищев вышел до Устья Оленька, дошел, да, туда, то Лосиниус, ну, он был датчанин, да, он был достаточно такой человек, ну, снова был, да, не прислушивался к каким-то советам, а Арктика таких не любит, да, и поэтому, когда он вышел из Тикси, они прошли всего 100 километров на восток, вот, в то время, как ты знаешь, что во времена землепроходцев, наши там, поярковые стадухи на Дежнёвы, только шум стоял, за Чукотку туда ходили на кочах, 100 лет, за 100 лет до них, они прошли 100 километров, и вот в бухте Хараулах, кстати, название символическое, чёрная, чёрная вода, чёрная вода, да, да, они стали на зимовку, и из отряда, значит, там 40 человек, осталось только 6 человек живых, Лосиниус умер первый, умерли от цинги, то есть он не сумел организовать ни контакт с местным населением, в отличие от Прончищева, да, можно было рыбу ловить, оленей, что-то ещё там, а они вот так вот, ну, в беспомощном состоянии, можно сказать, погибла вся экспедиция, да, вот, и только Прончищев наш отправил ему спасательную экспедицию и смог вытащить живыми 6 человек оттуда. На поклон, когда мы выходили после спектакля «Запасной аэродром», я попросил, чтобы ты снял пиджак, я снял свой пиджак, в белых рубашках закинули, поскольку для меня это образ такого русского большого писателя, выдающегося писателя, и Шукшин, и Шолохов, и Распутин, и так далее, и вот я специально вот такой, как режиссёр сделал. Теперь я буду так ходить по Москве. Вот я знаком так подчеркнул, то, что я тебя перечисляю, перечисляю вот большим писателем России, ну, не говоря уж о Якутии. Очень желаю всех, значит, всех, чтобы твои замыслы и в театре, и в литературе, и в жизни стали реальностью. Я дарю тебе книгу, поскольку Республика для тебя родная, и ты работаешь на благо нашей Республики. Называется «Путь Республик Саха». Моя книга – это тут твои спектакли, фотографии много, и разные примеры. Спасибо. Я тебе в ответ хочу подарить свою книгу «Восьмигранная Эль Куймена», а вторая – «Ангелы 12-го года». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова